Есть такой вопрос, ты продолжай отвечать, где эта граница, где мы верим Богу, а где мы лечимся. Есть еще такой вопрос, можно ли притянуть, стяжать вот это исцеление? И как это? Можно или не можно? Нет однозначного ответа на этот вопрос, скорее всего да, потому что, знаете, есть много примеров в Библии, когда люди приходили к Богу и говорили ему, дай, и он давал. Как, например, самый первый персонаж, которого мы встречаем, который говорит, вот если бы ты дал мне все, я бы ни в чем не нуждался, я вис, и Бог дал ему. Да, Бог просто дал ему. И вопрос здесь в вере на самом деле. Иногда, знаете, приходят люди, помолись за исцеление. Моришься за исцеление, человек получает какое-то там прикосновение Святого Духа очень мощное, плачет, кается, полегчало ему. Приходят через месяц, говорят, помолись за исцеление, вы чего? Того же самого. Если мы молимся каждый раз за исцеление того же самого, то есть, ну, по мне. Он надо лечиться. Либо человек не верит в то, что он может быть исцелен, и он просто вот любит, чтобы за него молились просто, он, по-моему, получает облегчение. Но и это хорошо, как бы. С другой стороны, а хочет ли человек сам исцелиться? То есть, если человек не хочет исцелиться, и он приходит к Богу исцеления, может таки, да. Это уже больше психологический проблем. Это подсознание, да, подсознательно. Человеку приятнее, когда за него молятся, когда его все жреют, когда на него обращают внимания. Это другое, другое, другая опера, что называется. Это другое надо лечить. Да, за другое молиться. Но я думаю, что если человек верит, что он будет исцелен, нужно использовать все инструменты для исцеления. И я считаю, что как раз здесь нет никакой границы между идти на компромисс и идти к врачам, и идти молиться и не идти к врачам. Это не компромисс между тем и этим. Это как раз здравость мышления. Бог призывает нас все-таки к здравости. И мы молим Бога за то, чтобы он благословил руки врачей, чтобы он дал правильное лечение, чтобы он дал исцеление. Но с другой стороны, мы хотим, чтобы пришло исцеление профессиональное, один раз и навсегда. И для этого нужны специалисты. Если бы Богу были не нужны врачи, то один из авторов Евангелия не был бы таким врачом, как он был. Я так думаю. Да, он не раз помогал апостолу Павлу. И не только апостолу Павлу. Ну, как бы больше... Бог совершает чудеса, но мы все-таки должны предлагать работу к этому. Павла больше всего били, чем других апостолов, и поэтому ему нужен был лукавврач, который его будет исцелять, который его будет врачевать. Это не совпадение, я думаю. Это Божье провидение. Ну вот, Лезер, что ты скажешь на этот счет по поводу стяжания исцеления и как это нужно, не нужно? Знаешь, как вот в начале моего пути, то было такое, возьми свое исцеление, возьми, схвати, верь. И ты так верил, я помню, там тоже толпа людей, там выходят свидетельствовать, и говорят, там свидетельствуют о чем угодно, и потом говорят, но я все-таки верю, что моя там проблема исцелится. И вот этот момент, почему то, что я замечал, вот бывает в церкви, молятся за человека, он вроде чувствует себя легче, уходит и потом опять заболевает болезнью. Он такой, ну, или он не заболевает, он не переставал болеть, да, и получается, что, ну, либо так, либо, знаешь, как люди объясняют, говорят, это ты усомнился, и опять все пришло, ну, опять вернулось. С одной стороны, Библия говорит о том, что Христос предупреждал человека, не греши, чтобы ни с тобой не стало чего хуже, помните, да, у Вифези как раз, да? А с другой стороны, если люди в Библии получали исцеление, то есть хромой у красных ворот получил исцеление, не то, что он на следующий день опять пришел и сел, и опять не ходил, то есть он-то уже стал ходить, и они не сказали там, ну, мы не видим вот этой части, где там написано, то есть если человек получал исцеление, то уже как-то закреплялось за ним. А в наших всех моментах вот очень часто звучит, что это ты усомнился, ты упустил. Вот где часть человеческая, где часть Божья, и как исцеление мы получаем, истяжаем от Бога? Что ты скажешь? Нам очень важно понять, что наша жизнь, она не разделена по кусочкам, то есть мы такой, как комплекс в этой жизни. Как сегодня произносилось, вспоминали, что машины мы идем ремонтировать, на работу мы ходим, деньги сами не сыпятся, мы ходим к врачам, если надо, то есть обычно все те люди, которые говорят, что к врачам не надо ходить, надо молиться, они не работают, они всегда идут к стоматологу. Зубы – это самая проблемная вещь, да, и человек там не думает два раза. Стоматологу типа можно, он не врач. Я хочу сказать другое. Я хочу сказать, что надо комплексно подходить к ситуации. Допустим, мы молимся за некоторые моменты. Есть много болезней у человека, когда ему нужно не стяжать свое исцеление, не кричать обо своем исцелении, не провозглашать свое исцеление, а исследовать себя. И заниматься своим здоровьем, да? Конечно. И его ответственность. Люди едят, что попало, сколько хотят, как хотят, когда хотят, эти ночные жрицы, жрицы, понимаешь, появилось такое движение у холодильника там, говорят, если в холодильнике не нужно ночью есть, то зачем там лампочка, да? Это ты сильно всех обличаешь. Границы просто закрыты, есть организованные туры в холодильник. Да, да, да. Это вы прямо обличаетесь сильно. Понимаете, люди едят, а потом у них здрасте, диабет, здрасте, повышенное давление, здрасте, проблемы с кишечником, с желудком, я не буду продолжать, да? Дальше, да, там тоже есть проблемы. Извините, там много, да, всего. Так, давайте обратим внимание на простую вещь. А может будем, давайте питаться правильно? Может будем, давайте двигаться? Зачем стяжать и проразрушать то, чтобы Бог хочет, чтобы ты сам на себя посмотрел? И ты не получишь никогда исцеление от своего диабета, если у тебя неправильный образ жизни. Нельзя, даже Бог, это вне законов природы какие-то вещи, понимаете? Другая ситуация, вот реальная ситуация, такая, у меня были ситуации, когда я молился в местах, где, ну, общение там еще не было в 90-х, медицины даже какой-то, да? И Бог исцеляет людей, реально. Исцеляет от таких страшных заболеваний, как я свидетельствовал не раз, что моя мама была исцелена от онкологии. 17 лет назад доктора сказали через день похороны. И сегодня маме мои 70 лет в этом году мы праздновали, понимаете? Вау. Я, то есть, как бы, она не планирует даже умирать, как бы, то есть, рак был полностью исцелен. А доктора, это не просто, знаете, может там не рак, доктор открыл, посмотрел, и раковая опухоль покрыла все органы собой. Он говорит, я просто зашил, чтобы не умерла в больнице, и отправил домой. И вот, понимаете, то есть, приезжаешь, молишься, а лекарств нету, ничего нету, это Крым, поселок маленький, да? Через три недели ты уезжаешь, то есть, я в данной ситуации, и уверенность полностью, что человек исцелен полностью. И были другие случаи также, да, когда люди были исцелены. Я верю в практическое исцеление, в реальность исцеления. Я верю в реальность исцеления Божия. Не качал, просто ходит больной, провоззрешает, что он здоров. Я, знаете, не люблю разговаривать с людьми, когда они, я спрашиваю, как дела, говорят, за все слава Богу. Я не спросил, кому слава за все. Я хочу знать, как твои дела. Люди очень религиозные стали, с ними не пообщаешься. Не пообщаешься. Знаете? Ну, эти люди именно и не получают ничего зачастую от своей религиозности. Нам нужны практические, реальные отношения с Богом. Нам нужно смотреть, изучать себя. Писание говорит, намного легче, чтобы провозглашать, чем заниматься собой. Надо заниматься своим характером, своим отношением к жизни. Надо многими вещами заниматься самим. Ну, это же трудно. Давайте будем просто выходить, чтобы из нас изгоняли бесов. Давайте будем выходить просто, чтобы из нас молились каждое собрание. Чтобы из нас руки возлагали. Мы в комплексе живем с Богом. И это комплексное. Нам нужно разбираться, что Бог хочет сделать именно в этот момент жизни. Я понимаю, что человек, который сидел с проблемными ногами или слепой, тут нужна реальность прикосновения Божьей, чудо. И я верю, что Бог в таких вещах будет прикасаться. И как Авельсия сказал, хорошо. Ради кого это было? Да ради славы Божьей это было. Кто согрешил? Да не важно, кто согрешил. Бог прославился в этой ситуации. Хотя никогда не помешает заглянуть вовнутрь себя и обратить внимание, может мне надо действительно за что-то покаяться перед Богом. И Господь, Он добрый, Он приходит и избавляет тебя от твоих болезней. Помните, если позволишь, вопрос, который ты говорил, почему человек приходит на служение, как бы избавляется от болезней, потом он возвращается. Да, почему он возвращается? Когда человек вспоминает, давайте честно смотреть, так сказать, себе в глаза, в зеркало, да, мы вспоминаем о том, что у нас что-то болит, когда у нас болит. Когда у нас не болит, да, оно само пройдет. А, наверное, зажило уже. И вдруг оно у тебя болит, Бог тебе напоминает об этом, ты выходишь, чтобы за тебя помолились. Бог дает вот Духа Святого, помните, как Петр сказал, они как-то не пьяны, они просто Духом наполнены. Бог дает Духа Святого, чтобы мы забыли о боли и подумали о том, где корни у этого всего. И вот на момент, когда за человека помолились, ему стало легче, как мне тогда с моим коленным суставом, он это сделал для того, чтобы я задумался, а в чем причина этого всего. И потом уже как бы было исцеление. Потому что пока мы не искореним причину нашей болезни, мы не можем говорить о полном исцелении, мы можем говорить об облегчении.